приветствую всех сегодня хочу сделать такое видео то есть предчувствие вопросов в связи с тем что едет посылка очередная уже в россию с инструментом и как бы уже возникала такая проблема то что иногда колодка усыхает из-за того что в японии влажность повыше вот и лезвие и соответственно даже большей степени стружка лом просто не 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 влазит в колодку то есть вот этот паз становится уже тут буквально но прям я не знаю видно или нет ну то есть какие-то доли миллиметра но тем не менее просто не влазит и если в таком состоянии его начинает забивать то соответственно это приведет каким-то трещинам которые просто будут возникать из-за сильного напряжения и вот поэтому сегодня я хочу рассказать как настроить этот момент то есть вроде бы кажется все элементарно и просто но не так все просто то есть деревянная как бы колодка рубанка японского она чем мне нравится тем что она очень легко поддается настройки доводки как бы отладки то есть прочим таким моментом но в то же время и очень просто ее как бы испортить из-за того что какое-то одно неправильное движение и все то есть ну как бы пользоваться можно но лучше все конечно делать правильно грамотно и как бы чтобы максимальная была производительность у инструмента и так приступим значит стружка лом вот и как я уже сказал то есть он просто сюда не влазить сейчас что нужно сделать естественно ни в коем случае не нужно точить сам стружка лом потому что ширина его ширина стружка лома это по сути ширина вашей рабочей как бы ширины соревшей кромки то есть рабочая кромка режущая кромка ваш упражнения лезвие она заканчивается там где заканчивается все у нас у школа потому что если режущая кромка будет шире чем ширина сушка лома то в тех местах где стружка лом уже не покрывает режущую кромку там соответственно возникает вероятность образования задиров на вот как бы с вилеватых или каких-то сложных волокнах вот поэтому всегда и ширина от режущей кромки на лезвии она стачивается до ширины стружка лома в общем то ну как бы понятное дело что что если например там сейчас ширина у нас там 45 или 50 миллиметра она чуть будет поуже от никаких проблем в общем то но тем не менее как по мне так проще гораздо подрезать деревянную тушку нежели точить вот как бы металлическую часть что понадобится нам для процедуры нам понадобится естественно какие-то режущие инструменты но стамески и понадобится еще штангенциркуль но хотя можно в принципе и на глаз и делать все то есть как я делаю и и советую делать вам то есть прикладывается сначала сверху смотрится потом смотрится снизу здесь вот отчетливо видно то что по ширине паз этот снизу даже еще уже чем сверху то есть снизу придется подрезать аж наверное миллиметра полтора чтобы стружка лом сюда смог заходить вот отмечаем карандашом сколько нужно будет срезать равное количество с двух сторон то есть если мы смотрим опять же то есть немножко по сможет быть смещен какую-то одну из сторон то есть соответственно срезаем там где больше иногда такое бывает что паз относительно паз для стружка лома относительно паз для лезвия немножко смещен такое бывает тоже вот естественно проще делать процедуру если вынуть вот этот гвоздь до который здесь но бывает вот такой вариант рубан когда здесь гвоздь нет не проходит насквозь и просто его отсюда выбивать очень сложно вот и либо вот такой вариант когда вот здесь даже видно что сейчас есть начать кубе выбивать его отсюда то скорее всего вот эти вот волокна которые здесь вокруг они просто все вот весь вырвутся и будет очень некрасиво поэтому я в избежание как бы вот но каких-то здесь вот некрасивых моментов я просто оставлю все как есть и буду подрезать составленным этим гвоздем потому что как я уже сказал просто хочу сохранить вот не внешний вид красиво это сложнее немножко геморрнее но решать вам то есть вы можете вынуть его и тогда будет гораздо проще работать я буду делать прям так вот беру стамеску которая буду стараться так чтобы было вам видно сначала нужно отбивать волокна которые вот идут как перпендикулярно да и лексика это сказать то есть чтобы если просто сейчас начать начать резать вот так сразу как бы среда ширину да то скорее всего может уйти либо вглубь туда либо ну как бы трещину то есть нужно сначала отбить соответственно по ширине вот здесь вот вот таким вот образом да здесь не нужно никуда торопиться то есть делать все потихоньку и смотреть стамеску я ставлю вот на вот эту вот грань да здесь который идет от рта я просто стамеску прям кладу под тем же углом ставлю ее сюда вот и теперь уже более узкой стамески которая будет проходить так чтобы вот не задевать него тут не вот нигде нигде то есть может быть еще поуже конечно но мне кажется вот 45 миллиметров здесь оптимальный размер естественно если здесь есть сумме то есть вот часть которая закрывает лезвие то соответственно это щель гораздо уже и там уже придется взять стамеску которая будет проходить в эту щель то есть но поужина здесь в принципе вот такой необходимости нет но вот 9 миллиметров уже не пролазит сюда поэтому я беру 5 и по чуть-чуть по чуть-чуть почему по чуть-чуть потому что волокна они тоже хоть и как бы здесь идут вот но прямо да но могут идти направление в ту сторону могут идти в эту сторону и просто если сразу взять много то можно очень большой кусок просто сколоть обязательно нужно здесь сохранять спокойствие никуда не не торопиться по чуть-чуть срезать по чуть-чуть и смотреть соответственно свой прогресс то есть прогресс видно вот по светлой части вот которая вот на вот этой части да то есть там где срезана она соответственно древесина светлее и видно ты сколько вы срезали вот и конечно же постоянно прикладываем стружка лом и смотрим то есть сейчас я вижу что как раз у меня нижняя часть по ширине уже она совпадает то есть естественно сейчас я сделаю чуть-чуть еще пошире потому сейчас мы прям впритык лучше сделать прям вот но на на толщину волоса чуть-чуть по запасам сделал потому что регулировка стружка лома она происходит тоже вот немножко в этой плоскости тоже если будет впритык то лезвие просто вернее прошу прощения стружка лом не будет иметь возможности вот но настройки такое все здесь я закончил теперь у меня это как бы будет вот тут ширина ограничивающие то есть сверху когда я буду сейчас подрезать я буду уже ориентироваться вот на те границы которые вот я снизу наметил да теперь идем сверху здесь нет необходимости весь пас делать широким то есть нужно сделать подрезать только ту часть куда вставляется стружка лом то есть не нужно здесь ничего трогать это ну как бы просто лишняя работа без не знаю если кому-то это критично конечно можно так и сделать но я не советую то есть если рубанок особенно вот но старый до такой с патиной то это пасть она предохраняет опять же от проникновения влаги от всего прочего то есть если здесь все зачистить сделать ну как бы чистым красивым то это просто будет лишний лишние участки где влага будет просто проникать в колодку и колодка будет гулять еще больше лет у то есть я по возможности доставляю патину особенно вот на торцах здесь можно как бы даже посетить ничего страшного на торцах лучше оставлять патину потому что как я уже сказал она предотвращает то проникновение влаги вот здесь теперь берем стамеску можно чуть пошире да потому что узкой стамеской ей не так просто как бы сделать ровную плоскость вот берем стамеску и надеюсь вам видно под углом как бы идем здесь опять же по чуть-чуть срезаем по чуть-чуть по чуть-чуть вот сейчас видно да что я просто вот начинаю от просто вот от от этого пина да и иду под небольшим углом то есть это даже на глаз практически незаметные как будто ты изменение угла здесь но здесь есть ширина она практически то есть вот я сейчас уже стружка лома начинает входить сюда но в отличие от ты как будут ширины снизу да сейчас я сразу скажу про это здесь может быть практически впритык но сверху нужно сделать паз примерно на на пол миллиметра на миллиметр шире опять же мы смотрим в этой части да потому что как уже говорил то есть стружка лом должен иметь возможность как и лезвие настройки вот в этой плоскости потому что иногда когда мы вставляем стружка лезвие и ставим стружка лом я прошу прощения все ржавое может быть плохо видно сейчас я возьму другой рубанах наверно для наглядности вот бывает так что вставляем мы стружка лом и ему нужно вот буквально какие-то доли градуса вот настройки вот здесь да чтобы одинаковое было расстояние до рк то есть вот в этой плоскости ему нужно немножко играть дать возможность и для этого как бы сам паз он должен быть расширяться к верху да то есть снизу ширина его практически совпадает с той шириной стружка лома но кверху он как бы расширяется и это дает возможность настраиваться шкалом в этой плоскости и вот еще чуть-чуть иногда вот эти вот участки оставляют слишком как сказать острыми и просто здесь иногда бывает что очень от сильного напряжения трещина возникает то есть я рекомендую подрезать лучше чуть поглубже здесь чтобы мясо было побольше на самом кончике опять же все в меру то есть ну чтобы вот этот пятка была примерно 2-3 миллиметра вас подлезли я сейчас не подрезаю просто здесь вот было немножко некрасиво сделано поэтому я подрезок сам пас подлезли я сейчас не трогаю не стоит торопиться то есть лишний там потратить плюс 5 минут ничего страшного главное не переборщить вот ну и теперь самая как бы немножко такая часть сложная что ли и к это вот убрать как раз вот немножко мясо которое остается вот за вот здесь да здесь сейчас я стараюсь показать как я это делаю пытаюсь чтобы на камеру было лучше видно поэтому не совсем удобно мне получается но я буду делать все медленно и наглядно чтобы вам было понятно и потом не возникало лишних вопросов остаток вот здесь вот как раз который я сказал за гвоздем до снимаем потихонечку потихонечку узкой стамецкой по чуть-чуть по чуть-чуть срезаем и обязательно смотрим чтобы вот эта линия до которая идет отсюда до сюда она была прямая то есть не 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 коры там не горбом прикладывать можно какую-то линейку вот так вот смотреть да что вот это вот плоскость она была прямая это вот и 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 Ну вот. Здесь почти готово. Можно, я так думаю, как-то, если нет каких-то стамесок, например, узких или что-то, боитесь, может быть, стамесками делать. Можно попробовать надфилем, напильником или шкурку на какую-то пластинку приклеить и попробовать шкуркой. Ну, в общем, здесь и фантазии нет границ. Если, ну, как бы, эстетическая часть, в общем-то, не так критично, то можно любым способом делать. Но вот я люблю, чтобы все было красиво и поэтому иногда себе жизнь усложняю такими вот вещами. Еще подобная, как бы, работа, она не напрасна, на мой взгляд. Еще почему? Потому что вы оттачиваете, как бы, мастерство владения инструментом, ну, в данном случае, стамеской, да, чутье, всяких трудно доступных, как бы, учатных местах. Это все практика, которая в той или иной мере будет вам потом помогать в работе. То есть, этот труд, он, ну, как бы, как ни крути, не напрасный. Если, конечно, ну, как бы, вы нацелены, меня видно, если вы нацелены работать с ручным инструментом и, как бы, ну, вот, то вот эти пару минут потраченные здесь, они не напрасны. Они принесут свои плоды потом в будущем. Ну, вот, смотрим, лезвие на месте, стружка лом. То есть, не нужно сразу бить его молотком, то есть, надо вот так руками его вставлять и смотреть, как он заходит. Вот сейчас я вижу, что сверху здесь все хорошо у меня. Вот в этой части, да, здесь я небольшой запас оставил, буквально полмиллиметра, если вот ориентироваться по верхней части стружка лома, да. А к низу все-таки надо снять чуть-чуть побольше. То есть, если молотком начинает забивать, то, конечно, он войдет, это, ну, как бы, без вопросов, все-таки колодка деревянная. Но мне никакие лишние трещины здесь не нужны, поэтому я немножко еще сниму. начиная от низа, чуть вот в средней части у меня туго. здесь я чуть-чуть сниму еще. Меня видно? Мне видно. Вот. 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 то есть, как бы, вот когда работаете таким образом, то есть, нужно стараться не попасть вот стамеской по железке, да, вот по этой. Иначе можно скол себе получить на режущей кромке стамески. То есть, тут надо быть осторожным. Иначе можно сколive слепится и третий звук, Так как, да. Нажимаю. Да. Нажимаю. ВОДРА НОВЫДОБЫ Ну вот, мы почти на месте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Давайте смотреть. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.